всем добрый вечер или добрый день меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса я сегодня на кухне нахожусь пью чай не хочу сидеть в рабочем кресле устроим такие небольшие посиделки на кухне с психотерапевтом вот такие посиделки немножечко поговорим на тему неврозов и панических атак и неврозов мегаполиса нахожусь мегаполисе город москва вы все смотрели наверное большинство моих видео лекций и все они посвящены вегетососудистой дистонии паническими атакам неврозом внутренним конфликтам посмотрите если вам интересно с 2009 года я снимаю массу роликов не побоюсь этого слова я был первым в российском рунете кто дал видео контент сейчас масса людей которые повторяют почти слов в слово мне очень приятно я рад что видеоблогеров стало больше и приятно видеть то что люди которые еще года два назад крутили пальцем у виска сейчас просто-напросто повторяют это слово в слово это замечательно это говорит о том что люди наконец стали понимать как они ошибались сегодня мы поговорим с вами о неврозах о том какие бывают жалобы и поговорим о личностных расстройствах как я и обещал потихонечку да у нас есть основной перечень жалоб с которыми приходят наши пациенты чаще всего это фобии это паника тревожно-фобические расстройства ну коротко можно перечислить это паническая атака пароксизмальный приступ страха причем под смертью мы понимаем не только физическую смерть но и смерть социальную да то есть это позор и шизофрения до сумасшествие это тоже является смертью метафора смерти и можно разобрать я могу разобрать эту тему почему люди боятся сойти с ума и боятся смерти но об этом попозже мы это делаем достаточно подробно в наших занятиях сейчас об этом не будем говорить и так панические атаки страх сойти с ума страх самостоятельно передвигаться причинить вред задохнуться умереть от инфаркта описаться окакаться быть нелепо нелепо выглядеть совершить неконтролируемый поступок ножи веревки балконы неизведана болезнь онкология все что связано аллергия все что связано со здоровьем а что со мной может случиться там а что самое может случиться если там а вдруг она со мной приключится клаустрофобии невозможность передвигаться самостоятельно закрытое пространство далеко от дома передвигаемся только в присутствии близких людей или проверяем ритуалы проверка контроль не получается выспаться болит кишечник соматизируется тело напряженной мышцы шеи головы ног рук и так далее головные боли тахикардия чувство кома горля нехватка воздуха состояние полумедитативное такое полу не здесь и не сейчас ощущение искажения реальности искажение рук ног в зеркале это все не мое чувство нереальности апатия бессонница ипохондрия депрессия и так далее это очень коротко значит надо понимать что есть разные уровни расстройств они очень относительно есть основные первые две шкалы это невротический пограничный уровень здесь нужно понимать что слово пограничный не означает что вы дошли до какой-то границы а потом пипец а именно вот эта форму формулировка путает большое количество людей я под пограничным расстройством опять же все очень зыбко и все очень субъективно а я предлагаю вам понимать так что во первых мы можем говорить о сроках когда человек стал испытывать определенные симптомы и как долго с ними находится если человек не помнит себя уже без определенных проблем то есть когда ко мне приходит пациент и когда у вас это все началось готове вы знаете это было всегда а чаще всего так она и будет в неврозе но пик этой проблемы не будет длиться всю жизнь но например два примера человек в принципе нормально функционировал все было хорошо потом бах на работе начались панические атаки страх за собственное здоровье другой другой человек еще с детства со школы у него были сначала фобии потом страхи потом это все нарастало 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 и в итоге это все пришло к такому печальному агорафобическому поведению то есть уровень выхода в симптом в личностных расстройствах пограничных и невротических они будут немножечко разные понятно да то есть если вы можете вспомнить вашу жизнь когда ничего не было а потом все началось это вот такой классический невротический вид это за это невротическая реакция а вот когда у нас уже больше пяти лет когда у нас уже это все укоренилось юности и все это только развивалось это за это невротическое развитие или личностное расстройство существует несколько типов личностных расстройств сегодня наверное я поговорю о двух но прежде всего хочется ответить на вопрос на спрашиваю их там уже больше десяти тысяч да еще на 8 тысяч не отвечено и вконтакте много пишут 1 июня будет важный вебинар бесплатный по панической атаке по агорафобии приходите научитесь избавляться от панической атаки в асд и агорафобии сейчас хочу ответить на вопрос все пишут что делать что делать как быть если у меня и вы ждете что вам я вот скажу какую-то какой-то секрет вот что делать как быть куда пойти значит да кучу куда приложить я поэтому уже постоянно это пишу еще раз вам скажу это сейчас лично если у вас те проблемы с которыми вы которые я вот описал или они около этого вы можете меня услышать можете не услышать можете сидеть дома пить мочу заваривать траву еще чего-нибудь давайте так тот контент который есть сейчас в интернете это ознакомительная информация вашего покорного услуги других видеоблогеров вы если посмотрите все одно и то же все повторяется на одну и ту же тему да почему потому что ознакомительный материал который мы для вас сделали да по всд по паническим атакам потому что такой невроз внутренний конфликт как связан характер как связана вегетативная система это ознакомление клиента с пониманием сути вопроса благодаря этому ознакомлению как пишут мне допустим многие клиенты они благодаря этому ознакомлению они уже справились со страхом с паникой с тревогой там еще с чем-то во всяком случае у многих получается справляться с паническими атаками а горофобия еще чем-то проще потому что они понимают наконец-то что с ними вот это понимание действительно благодаря видео контенту дает такое хорошее облегчение потому что вы понимаете наконец-то что с вами потому что врачи то не могут нормально объяснить в большинстве случаев что с человеком происходит именно мы заполнили вот этот вот момент объяснения и вот поэтому людям стало легче но я всегда вам говорил и продолжаю говорить что когда вы поняли это не значит что вы вылечились от какой-то болезни давайте запоминаете что невроз это не болезнь невроз это состояние психики в виде эмоционального и поведенческого аспекта это столкновение вашего характера вашего мировоззрения и реальных жизненных обстоятельств мы об этом часто говорили поэтому ваши симптомы не являются проблемой они являются лишь следствием этого столкновения теперь как над этим работать неважно во что вы вышли в какой симптом сначала вы работаете с симптомом существует когнитивно-поведенческая терапия гюстальтерапия аналитическая терапия всевозможные и другие экзистенциальные направления каждый психотерапевт будет работать с симптомом согласно своей школе здесь нужно вам понимать что психотерапевты это прежде всего люди и второе это направление психотерапии каждое направление психотерапии может рассматривать работу с симптомом с неврозом по-разному поэтому иногда некоторые школы психотерапии могут себе противоречить и клиенты конечно тут теряются например вы пришли к гюстальтерапевту вы работаете с одной историей пришли допустим к какому-нибудь товарищу с расстановками занимаетесь совершенно другой историей расстанавливаетесь проигрываете сценки и так далее пришли к экзистенциальному терапевту работаете по-другому пришли к психоаналитику работаете по пятому пришли к когнитиноповеденческому терапевту работаете по шестому пришли чисто к бихвиаристу к поведенческому терапию работаете только над навыками в общем школ психотерапии масса и каждый психотерапевт будет испытывать будет работать согласно той школе и той философии на которой он учился поэтому когда вы говорите я был у психотерапевта что мне не помогло имейте ввиду а каким методом вы занимались может вам метод просто не подходит может этот метод не про вас попробуйте другой спросите вообще чем мы занимаемся что это за метод такой что за школа на сегодняшний день существует несколько методов которые доказали свою эффективность терапии тревожнофобических расстройств социофобии панического расстройства агорафобии клаустрофобии и личностных расстройств это когнитивно-поведенческий метод психотерапии когнитивно-аналитический метод психотерапии гештальт психотерапии интеграция рациональной мотивно-поведенческой психотерапии сюда раскрою маленький секрет ваш покорный слуга не работает в одном методе объясню почему когда мы учились и когда я учился в институте повышал свою квалификацию в дальнейшем и когда я работаю с клиентами большая ошибка моих коллег это подтягивать клиента под метод ну например вы говорите я когнитивно там такой-то там терапевт или я там гештальтерапевт и теперь все клиенты которые к вам приходят вы их подтягиваете под свой метод моя политика заключается в следующем что я глубоко понимаю человека и подстраиваю под него метод не человека под метод а метод под человека то есть если я понимаю что этому человеку надо больше про это мы будем работать в таком-то направлении если я понимаю что первичная проблема человека это я начинаю работать в таком направлении то есть это и есть современный подход 2014 года называется он интегративный это интегративная система где вы как терапевт являетесь очень гибкой моделью из многомерных знаний которые вы преломляете каждому индивиду в отдельности потому что когда психотерапевт трубит всех под одну шашку и это большая проблема поэтому когда вот я веду свои группы да где восемь девять человек вот многие спрашивают а как оно будет происходить а очень просто у нас пять блоков каждый блок посвящен своеобразной теме но общаюсь то я со всеми и я делаю записи я запоминаю каждого человека и под каждого человека мы подбираем и упражнения и тему диалогов которые я веду с каждым это все достаточно тонкая непростая аналитическая работа потому что мне нужно не только дать человеку информацию на первом этапе но и дальше заняться его проработкой а проработка у каждого своя история кому то надо про это кому то простите нужно будет что то вспомнить сравнить кому то нужно будет помочь разрешить кому то нужно будет мотивации кому то нужно будет чувства кому то осознание чувств кому то их выражения кому то навыки кому Neil aleg В общем, получилось сделать такую систему из комбинаций всевозможных интересных наработок, в целом пройдя которую, человек становится гораздо более гармоничным, гораздо более искренним, и вот тут-то все у него и разрешается. Примерно понятно, что я хотел сказать вам, как выглядит метод вашего покорного услуги. Теперь вообще, как выбрать психотерапевт. Значит, тезис главный. Когда вы мне пишете сотню тысяч писем с вопросом, что делать, как быть, еще раз, ответ один. Посмотрите видеоконтент, а затем всевозможными способами, методами ищите психотерапевта. Значит, теперь как выбрать психотерапевт. Потому что если вы будете просто тупить на диване дома и сидеть смотреть видеоролики, ну, наверное, вам на какой-то период станет легче. Но от этих роликов вы получите некую уверенность, некоторые знания, но вы свой характер не проработаете. Я вам честно могу сказать по поводу книг. Вот спрашиваю, что почитать, я не рекомендую вам чего-то читать вообще в принципе. Потому что популярная литература, которая написана для общей массы, это такой, ну, вот я сколько не читал, и вот глубинного понимания вопросов там нет. Личностной проработки нету тоже. Ну, так почитать для своего, там, ознакомления с чем-то можно, какие-то маленькие основы. Психотерапевт, психолог-консультант, когнитивно-пунический психотерапевт, это человек, который учится целенаправленно какому-то методу, проходит свою личную терапию в этом методе, желательно годика так 3-5, личная супервизия, да, затем он повышает квалификацию, он общается с коллегами, он состоит в ассоциации, он обменивается информацией в ассоциации, он супервизирует тяжелые случаи. То есть, это не мальчик, который прочитал 8 книжек и сказал, о, все, я вот теперь, я вот психолог. Нет, это достаточно большой, длинный путь самого человека, начиная от его образования, заканчивая его социальным взаимодействием, куда он ездит, куда он летает, в каком сообществе он состоит, с кем он взаимодействует, кто его супервизор, как он проходит личную терапию, какие часы, какие сертификаты, ну и так далее. То есть, выбираете человека, который, ну, первый простой критерий – это образование. Спросите, какое у него образование. Прочитать 2-3 книги – это не образование. Возьмите Андрея Владимировича Курпатова, возьмите Дмитрия Викторовича Ковпака, прочитайте их книги, и, в принципе, вы сможете снимать видеоролики и назвать себя психотерапевтом. Ну, в нашей стране, во всяком случае, да. Первый критерий – это образование. Посмотрите, имеет ли человек вообще хотя бы какое-то базовое образование для того, чтобы работать с людьми. В нашей стране есть несколько квалификаций, которые позволяют это делать. Первая квалификация – это психолог. Вторая квалификация – это психолог-консультант. Третья квалификация – это психотерапевт, клинический психолог и врач-психиатр. Врач-психотерапевт, да. Чуть попозже будет закон, там будет немножко переформулировано. Но сейчас в этом ничего там в сути не меняет. То есть, первый тезис – это посмотреть его образование. В этом образовании посмотрите его разрешение на работу, посмотрите его сертификаты. Второй тезис – посмотрите его сообщество. В каком сообществе он состоит, с кем он общается. В этом это сообщество тоже очень важно. Желательно, чтобы оно было научным. Потому что сообщество Меркурия и Венеры, которое можно сделать, это всё ненаучные профанации. Человек должен заниматься научным методом психотерапии, состоять в научном сообществе, иметь отношение к какому-то НИИ, к какому-то институту желательно. Проще говоря, ближе к науке, ближе к фундаментальным институтам. Просто так с кондычка заниматься психологией, психотерапией. Вот я, ваш покорный слуга, этим занимался с кондычка в 2008-2009 году, когда я сам прошёл через панические атаки, кардиофобию и прочие ВСД. Но я тогда не брал за это деньги, я занимался этим видеохобием, просто снимал для вас первые видеоролики, которые были первые тогда в интернете. Сейчас это моя профессия, это моё образование, это вся моя жизнедеятельность. Я летаю, повышаю квалификацию, встречаюсь с людьми, супервизируюсь и работаю с большим количеством людей, как очно, так и дистанционно. Поэтому первое – это образование, второе – это сообщество. Теперь третье. Вы никогда не сможете понять, помогает, про вас, не про вас, если вы не попробуете. То есть, это очень важно. Попробуйте, попробуйте и придите, позанимайтесь одно-два занятия. Как правило, уже в течение трёх встреч вы начинаете чувствовать, про что человек с вами работает. Вы начинаете понимать, о чём вы говорите, поинтересуйтесь методом, которым вы будете заниматься. Посмотрите, чтобы этот метод был научный. И почувствуйте эти первые три занятия. Не стесняйтесь сказать, что вам что-то не нравится, или вы не хотите продолжать терапию. Это нормально абсолютно. Если вы чувствуете, что идёт хорошо и хотите попробовать, занимайтесь дальше. Теперь вопрос четвёртый. Помогает, не помогает? Мне помог Пупкин, Пупкин не помог. Так, давайте оперировать следующим термином. Что психотерапия – это не медицина, где у вас есть симптомы гриппа, и некая вибрация чудного психотерапевта должна вам как-то помочь. И, например, диски. Вот у меня есть курс, записанный на DVD, на вебинарах и на методичках. И мне задают такой очень интеллектуальный вопрос. А как я с помощью дисков вылечусь? Вот объясняю фундаментальные понятия, что такое психотерапия и как метод воздействия. Проблема невроза – это проблема характера. В характере есть определённые нюансы, которые сталкиваются с объективной реальностью, что вызывает внутреннее напряжение, потом вызываются симптомы по определённым механизмам. Диски, книги и работа психотерапевта в кабинете не исцеляет вас просто от того, что вы бла-бла-бла болтаете. От той информации, которую вы получаете либо через диски, либо через методички, либо через работу с психотерапевтом дистанционно, либо очно, эта информация, которую вы обсуждаете, поднимает у вас либо определённое понимание, либо определённое осознание, с которым вы начинаете как-то обходиться или поступать. И вот от того, как вы поступаете с тем, что вы поняли, осознали, или вам дали домашнее задание, вы поменяли своё мышление, или вспомнили какую-то ситуацию, или приняли какое-то решение, или прожили какое-то чувство, неважно сейчас в каком методе. То есть помогает не сотрясание воздуха, а помогает то осознание, к чему вы пришли на занятиях, и как вы с этим поступили. То есть психотерапия – это не болтовня, благодаря которой вы должны исцелиться. Но какой-то бред, правда? Нет. Вы становитесь... Вам становится легче после того, когда вы, а, что-то осознали, и, б, вы с этим как-то поступили. Потому что просто осознание мало. Осознали – поступили, осознали – поступили, осознали – осознали – осознали – поступили. Или, допустим, каждый день что-то сделали, если это поведенческая терапия, как экспозиция, там, агорофобия, паническая атака – это очень просто от этого избавиться, от панических атак, от агорофобии, и от любой фобии вообще избавиться очень просто. Да, важно только выбрать правильную стратегию. А поэтому, если человек говорит, у меня не получается избавиться от панической атаки 10-15 лет, это 100% что-то не то. Это не паническая атака, это не агорофобия, там другие уже проблемы возникают личностного характера, что мы об этом будем говорить. Вот, понятно, как примерно выбрать психотерапевта, что существует масса школ, что надо пробовать, не спихивать на то, что я работал с Ивановым, Петровым, Сидоровым, мне не понравилось, и теперь вся психотерапия полная хрень. Нет, все психотерапевты разные, не помог Сидоров, поможет Иванов, поможет осознать себя, имейте это в виду. Психотерапевт помогает вам понять себя, а вы с этими знаниями как-то обходитесь, ясно? Но не то, что Сидоров что-то говорит, и вы сидите такой, ну да, 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 давай, болтай, что-то мне не помогает. Здесь, кстати, есть, знаете, какая ошибка очень интересная. Когда вы работаете с вашим терапевтом, перестаньте просыпаться каждое утро и проверять, а я избавился от невроза. Ой, все еще есть, значит не помогает, не избавился. Если вы работаете с вашим терапевтом очно, в группах, по скайпу, индивидуально, перестаньте ждать, когда что-то должно произойти. Живите своей жизнью, ходите на терапию, выполняйте свой план, который у вас есть, и все. Консультируйтесь с ним, но не надо сидеть и каждое утро себя тестировать, а я выздоровел или я не выздоровел, а вот мне лучше или мне не лучше. Так, симптоматика ушла или пришла. Вот вы этим только создаете себе обсессию, навязчивую мысль, которая вам мешает. Теперь про личностное расстройство. Давайте поговорим о том, о чем я когда-то заявлял, про наркотическое личностное расстройство. Один из нюансов. Я не буду сейчас много об этом говорить, потому что это будет очень долго. Этой теме посвящено большое количество материалов в психоанализе и в других направлениях. Я просто покажу, что, вот допустим, как можно взять симптом паническую атаку и вегетососудистую дистонию. Пришел, допустим, к нам Сергей. У Сергея жалобы, у него паническая атака и вегетососудистая дистония ввиду вегетативных симптомов. Ему везде ставят ВСД, он понял, что у него ПА и ВСД, и он обращается к Красикову со словами «У меня ПА и ВСД». И он, будучи уверен, что это так. На самом деле выясняется, что человек очень сильно привязан к собственному мнению о себе. Человек очень привязан к собственному мнению об окружающих. То есть, когда окружающие им довольны, он чувствует себя хорошо. Когда окружающие недовольны или окружающих нету, потому что они заняты своим делом, он чувствует себя полным ничтожеством. Когда этот человек делает что-то, что приносит ему удовольствие относительно окружающих, у него нет никаких симптомов, всё хорошо, но как только у него что-то не получается, его сразу начинает накрывать. Второй момент у этого человека очень интересно происходит такой перепад аффекта. У него то, всё идеально, и он офигенный, через какое-то время его бросает апплинтус, он полное ничтожество, дерьмо, и никому не нужно, и так далее. Он достаточно раздражительный, он достаточно критичен и требовательный к окружающим. Он очень быстро обесценивает людей, которые кажутся ему несовершенными, не идеальными. Он очень любит себя, достаточно завышенная самооценка и достаточно чёткая привязанная оценка себя к мнению окружающих. Вот эти маленькие аспекты говорят о наркотическом личностном пласту. Надо сказать, что наркотическая часть есть у каждого человека, у меня и у вас, наркотическая составляющая. Вопрос не в том, чтобы её не было, а вопрос в том, насколько она ярко выражена. Раз. И насколько она мешает вам функционировать в вашей жизни. Вот у того клиента, который я вам рассказал, эта составляющая очень сильно мешала функционировать. И суть его внутреннего конфликта была в том, что его род деятельности был настолько привязан к мнению окружающих. Он настолько пытался произвести всё время лучшее впечатление, когда приходил кто-то в спортзал, кто явно более накаченнее, чем он. У него сразу швыряло об пол, и он уходил с тренировки, потому что настроение падало ниже плинтуса. Как только у него что-то получалось, и он становился героем компании, у него сразу эйфория и радость. И вот эти качели, вот этот перепад настроения является одним из вариантов нарциссического проявления. То есть нарциссы – это не только люди, которые любуются собой. Там очень много проявлений, связанных с отношениями с окружающими людьми. Понимаете? И панические атаки у этого человека возникли на фоне того, что в определенный период жизни у него стало не получаться производить то впечатление на окружающих людей, которое он так сильно хотел произвести. Там была череда обстоятельств, которые ему этого не далось сделать. И это настолько сильно вызвало внутренний конфликт, внутреннее противоречие, что для него вот эта невозможность произвести то впечатление, которое он всю жизнь имеет, стратегию такую производить, явилась для него смерти подобной. А смерти подобной, у меня нет маркеров, будем вот так показывать. А смерти подобной – это угол. И вот этот угол, который интерпретирует человек противоречие между стратегиями жизни, как я должен жить и какая у меня должна быть выполнена стратегия, сталкивается с реальностью и возникает симптом такой, как паническая атака, вегетативная дистония. Понятно? Есть истерическое личностное расстройство. Их много разных интересных и прочих тревожно-панических, панических расстройств, обсессивно-психостенических и так далее, да, компульсивных, преимущественно обсессивных. А за всеми, за этими расстройствами стоит одна и та же идея. У человека не получается в жизни реализовать центральную стратегию его личностной стратегии. Вот у человека есть стратегия жизни, как он должен жить или как он жить не должен. И вот эту линию он гнёт всю свою жизнь. И если обстоятельства не помогают ему реализовать эту стратегию, возникает внутреннее напряжение, и тут он уходит в симптом. Я могу вам рассказать, как человек уходит в симптом, почему кто-то уходит в паническую атаку, кто-то уходит в фобию, кто-то уходит в обсессии, кто-то в ритуалы. Но этому будет посвящена следующая лекция. Понятно, что такое психотерапевт, что есть разные личностные проблемы, есть разные стратегии. Все эти стратегии формируются в детских отношениях, поэтому нарциссическое личностное расстройство – это не мальчик, который любует за собой, не только. Это целая структура психики – жить определённым образом, производить определённого рода впечатления и привязка настроения к тому, как реагируют другие. Возьмём пример меня. Многие люди в интернете, как многие некоторые, я когда-то читал, называли меня нарциссом. Это первое впечатление, которое может показаться. Допустим, загорелый парень, который вроде как причесывается, загорелый. Первое ощущение человека – это нарцисс. Но тут надо понимать, что, во-первых, нарцетическая компонента есть в каждом – это раз. Во-вторых, надо понимать, что есть критерии. Есть критерии под названием самоуважение, есть критерии под названием личная гигиена, и есть критерии нарцетические, где человек считает себя самым охрененным, лучше всех. Это первое. Вот это перебор первый. И второе – у нарциссов очень чёткая привязка к мнению окружающих о них. То есть, он питается фактически от того, что думают о нём другие люди, и он питается от того, какое мнение, какое впечатление он производит на других. Вот у вашего покорного слуги, это для тех, кто пишет про мою нарциссическую составляющую, моё мнение, как вы уже увидели на Спрашивай.ру или в других интернет-вариантах, мне глубоко по барабану на мнение окружающих относительно того, что кто подумает, как вы это уже поняли. У меня есть определённая политика поведения, линия, которую я веду, и мне глубоко и оловянно на то, что кому-то я понравлюсь, кому-то не понравлюсь. Может быть так, может быть иначе. Поэтому говорить про моё личностное расстройство ввиду нарциссического не приходится возможным. Да, есть нарциссические некоторые компоненты. Я люблю хорошую одежду, я люблю хорошую еду, я люблю красивых стройных девушек, я люблю людей, которые изучают иностранные языки, которые занимаются бизнесом, которые работают на работе, с которыми есть о чём поговорить. Ну, мне кажется, здесь есть определённая нормативность, что ли, да? Не вижу в этом, во всяком случае, какой-то крайности. А вот у моих клиентов с нарциссической проблемой им тяжело, потому что они не могут отвязать своё самочувствие от впечатлений окружающих, понятно? И вот там и возникают все внутренние конфликты. Спасибо за то, что посмотрели. Задавайте вопросы, пишите. Я расскажу ещё про другие личностные проблемы, но опять же тезис. Что делать? Работать психотерапевтом. Работать вы можете по скайпу, работать вы можете в группах. Вы можете приобрести мой DVD-диск, вебинары, где вы узнаете много интересного про ВСД, паническую атаку, и будет схема работы с симптоматикой. И когнитивно-поведенческая терапия там же. Вы можете прийти в группу, вы можете выбрать других специалистов в интернете, вы можете выбрать других специалистов у себя дома, вы можете лечь в клинику, вы можете, я не знаю... Единственное, что переписка вот эта мне как-то смущает, да? Выбираете два варианта. Либо вы идёте очно в кабинет, либо вы занимаетесь по скайпу, либо индивидуально, либо в группе. Вот у меня есть группы, они идут 5-6 месяцев. Та схема, которую мы сделали в группе, отточена уже за многие годы, она направлена на изменения именно личности. То есть мы начинаем с симптомов, а затем мы продолжаем именно личностными изменениями. Вот. Соответственно, наверное, всё, что я вам хотел сказать. Поэтому, если вы будете спрашивать меня, что делать, ответ будет один. Идти и работать с психотерапевтом, пробовать, 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 пробовать. Часто пишут по поводу денег варианта на тему. Значит, у кого проблемы с финансами, вы можете использовать все бесплатные доступные ресурсы в интернете, которых очень много. Ваш покорный слуга снял уже кучу лекций. Первый июня будет бесплатный вебинар по работе с панической атакой, с агорофобией, с ВСД. Приходите. Более 100 лекций моих. Куча видеоблогеров, которые повторяют мои слова, слово в слово, один в один. Прямо вот с листа. Даже схемы одинаковые. Ну вот, прикольно. Посмотрите. Ещё раз посмотрите всё одно и то же. Что здесь? Ну, что-то под разным углом рассматривается, да? Куча психотерапевтов интересных в интернете есть. В общем, массу вариантов на тему, как вам в интернете найти специалиста. Отмазка в виде «нету денег» она, конечно, может быть, но когда вам нужно решить проблему, вы её всё-таки решаете. И я вам стараюсь, я стараюсь, хочу вам порекомендовать не искать отмазку в виде того, что вот я не могу, потому что... Вот когда мне, знаете, вот смотрите, мне пишет парень. Он говорит, Лёш, привет. Я сделал то-то, то-то. Я посмотрел все твои видео-лекции. Я сделал это, это, это. Я попробовал это у психотерапевта, это у психотерапевта. У меня что-то получилось тут. Сейчас я работаю на этой работе, работаю на этой работе. И вот я стараюсь для того, чтобы заработать на там работу там с Василием Петровичем, вот это вызывает у меня только уважение. А когда мне пишутся словами «Как быть?» Вот надо, вот надо, как быть? Я говорю, а что ты сделал для того, чтобы добиться того, что ты хочешь? Но я вот у меня вот ВСД, я вот думаю, что делать, вот как быть? У тебя всё есть в интернете. Зайди, посмотри, у тебя куча информации. Взял, написал план. Руки, ноги есть, всё есть. Да, вегетативные симптомы. Посмотрел кучу видеолекций, посмотрел упражнения, составил план упражнений, сделал упражнения, стал передвигаться, пошёл на работу, на одну, на вторую. Я думаю, что в России всегда можно найти одну-две работы, но как минимум что-то заработать можно. А специалистов в интернете в разных ценовых категориях масса. Поэтому я Вас призываю мерить свои успехи тем, что Вы сделали для того, чтобы получить результат, а не тем, какие стоимости или какие гарантии Вам будут давать. Вот когда мне человек приходит, говорит, я сделал то-то, 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 но такой-то результат. Это одна история. А когда человек говорит, я ни хрена не сделал, помоги, вот это странно. Поэтому это призыв к ответственности. Понятно, да? Что когда психотерапевт работает с клиентом, это всегда взаимная ответственность. Психотерапевт отвечает за процесс, клиент отвечает за то, как он обходится с тем, что он получил. Если клиент обходится с тем, что он получил, физически, если клиент обходится с этим обесценивающим, если клиент обходится с этим несерьезно, то, конечно, результата не будет. А этот клиент потом скажет, а, мне Пупкин не помог. Психотерапия, ну, все. Понимаете? Вот оно так примерно и бывает. Поэтому в процессе психотерапевт-клиент, еще раз, психотерапевт несет ответственность за процесс, клиент несет ответственность за то, как он обходится с тем, что они наработали. Конечно, не все психотерапевты подходят вам. Вам, там, может, вы сразу найдете своего психотерапевта, может быть, это будет второй, третий. Но, опять же, честно вам скажу, пока вы не попробуете, вы не поймете. Вот так же, как к парикмахеру, да, пришли к одному, не понравилось, пришли ко второму, не понравилось. Ваш парикмахер там оказался там третьим, четвертым. В отпуск парикмахер уехал, уже как-то не то, идти к другому, да? Или, допустим, попробовал нового, ой, еще лучше. То есть, здесь нужно не бояться экспериментировать. Как попасть ко мне? Да, часто вопросы задают. Пишите ВКонтакте, звоните по мобильному телефону, пишите на почту, смотрите видео лекции, спрашивайте. Впереди будет лекция о том, почему каждый выбирает тот или иной симптом, это очень интересный механизм, ну и другие проблемы неврозов. Так что не бойтесь работать с психотерапевтами, только так вы можете справиться с той проблемой, в которой вы находитесь. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok